Уважаемый Серик Микмедович, межведомственная рабочая группа, которая создана при правительстве с участием Национального банка, провела соответствующую работу. Мы уже внесли в парламент предложение по созданию единого накопительного пенсионного фонда, который, в принципе, по предварительному обсуждению в комитетах Мажелиса уже в основном поддержан депутатами. Мы также предварительно обсуждали вопросы дальнейшей модернизации пенсионной системы, а именно вот три таких больших вопроса, как это введение обязательных профессиональных пенсионных взносов, что подразумевает собой взносы со стороны работодателей в размере 5%. Второй вопрос – это широкий охват населения накопительной пенсионной системы. Здесь целый ряд мер, в том числе фискальных, прорабатывается Министерством финансов. И я думаю, что также должны быть проработаны меры пропагандистского направления, и мы тоже готовим соответствующий план мероприятий. И третье направление – это унификация пенсионного возраста, которое мы предлагаем, как межведомственная рабочая группа, вот сегодня рассмотреть на правительстве, и мы предлагаем законопроекте начать ее с начала следующего года, с 1 января. Эти меры в целом являются такими серьезными параметрическими изменениями в пенсионной системе, направленными на ее долгосрочное устойчивое функционирование. Есть также ряд других, и все эти меры нашли отражение в соответствующем законопроекте, который мы просим сегодня правительства поддержать. Есть ряд других вопросов, в том числе вопросы, например, пенсионного обеспечения военнослужащих, или другие вопросы, связанные с увеличением расходов бюджета. В соответствии с бюджетным кодексом все эти вопросы должны пройти тщательную экспертизу в июне-августе на Республиканской бюджетной комиссии. Мы соответствующие предложения готовим. Я думаю, что к 1 сентября это будут такие определенные тоже предложения по дальнейшему развитию пенсионной системы. В целом просим вот те предложения, которые министр труда озвучил, поддержать. Продолжение следует...